В общем, каждое утро меня и еще 20 человек возит водитель по имени Ашек на своей газели. Я услышала крик кошачий, но я не видела никого вообще в округе. И как только подъехал автобус, этот кот непонятно откуда набросился на мои ноги. Пыталась его убрать от себя, но он очень крепко вцепился. Я поняла, что когти останутся в моей одежде. Ну, Ашек орал, что сейчас уедет, и мне пришлось кота взять с собой. Животного в беде Настя не оставила и привезла его на работу. И сразу же возник вопрос, что с котом делать? Нужен хозяин. Приютить кота пытались с помощью радиолема. Во время утреннего шоу «Лимонад» ведущие обращались к жителям Владивостока. Однако желающий так и не объявился. У нас вообще в эфире 4 конкурса. И вот на протяжении 4 конкурсов мы пытались его разыграть. Мы пытались его приютить, отдать. Ну, в общем-то, все говорили, что у нас уже есть кот, у нас уже есть собака. И так не получалось перестроить. Вообще, на самом деле, после нам уже люди писали, как вы перестроили кота, где кот, мы переживаем за кота, что происходит, где. Писал нам кот. Также на помощь готовы были прийти и местные блогеры. Но ждать будущего хозяина долго не пришлось. Один из сотрудников холдинга «Бизнес Кейс» приютил рыжего кота, назвав его Томасом. Проглянулся мне сразу, тем более у кота очень такая печальная история, как-то стало жалко. Ну, решил приютить у себя, так как сам живу один, поэтому будем жить вдвоем, как говорится. Довольно-таки умный, смышленый. Как говорится, с котом сработаемся. Сейчас у кота все хорошо, кушает регулярно, к лотку оказался приученным. Томас любит играть с хозяином, хотя и показывал нашей съемочной группе свой спокойный характер. А на людей больше не кидается, ведь теперь он в тепле и уюте. Ну, а нашим зрителям хотим напомнить, мы в ответе за тех, кого приручили. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев, новости на восьмом. Продолжение следует...